Концерт, мастер-классы, аттракционы и ярмарки. Звенигород с размахом отметил День Города. Мы создали для наших коллективов и для приглашенных артистов очень хорошие условия. У нас прекрасная сцена, прекрасно оборудована площадка по последнему слову техники звукового и светового сопровождения. И мы верим, что этот праздник останется в душе и звенигородцев, и гостей города. Князь Юрий Долгорукий основал Звенигород в 1152 году. Савино-Сторожевский монастырь, Успенский собор, Манеж. На улицах древнего города всегда оживленно. Сюда приезжают туристы со всей России, чтобы полюбоваться достопримечательностями. Местным жителям здесь тоже комфортно. Появились новые прогулочные маршруты, но при этом сохранилась культурная и историческая самобытность. Ну, хороший, небольшой город. Здесь дети мои учатся. Так все идет, все очень здорово. И на будущее, чтобы все было хорошо и мира, мира было получше. Самое главное. За гостеприимство, за доброжелательность, за красоту, за то, что он такой старый город, но сохранил свою прелесть во всем. Для гостей праздника выступили хор Савино-Сторожевского монастыря, мусляры России, женский хор академического ансамбля песни и пляски имени Александрова. С утра и до самого вечера работали интерактивные площадки. Каждый мог найти развлечение по душе. Екатерина Крамор, телекомпания Одинцова.